Как должна выглядеть по-настоящему хорошая тренировка, которая будет давать вам результаты? У вас может сложиться впечатление, что по-настоящему хорошая тренировка это обязательно круговая за 5-7 минут, когда вы делаете несколько упражнений друг за другом, по 10-20 повторений и так делаете несколько кругов. И вот тренируясь так, буквально за месяц-другой, всего по 5-7 минут в день вы получите результаты, как на этой картинке. Или вот на этой. Это то, что можно подумать, если посмотреть все эти ролики и послушать авторов, которые их записывают. Все эти видео не имеют ни малейшего отношения к тому, как на самом деле нужно тренироваться. Но проблема заключается в том, что Ютубу эти ролики очень нравятся. Они нравятся алгоритмам Ютуба, потому что они нравятся начинающим, которые не обладают критическим мышлением. Они их смотрят, причем они их смотрят очень много, и таким образом приносят Ютубу все больше и больше денег, поэтому он продвигает их дальше. И в этот момент мы сталкиваемся с проблемой, с конфликтом интересов между интересами автора, фитнес-блогера, чья задача заработать как можно больше денег, и интересами занимающегося, чья задача получить результат как можно быстрее. Моральный риск и рынок страхования. Проблема принципал агент. К сожалению, сейчас у нас эта проблема есть. Раньше ее не было, и на Ютубе были отличные тренировочные ролики, в которых люди действительно рассказывали, действительно показывали, как нужно тренироваться для того, чтобы получить результат. Одно из таких видео я предлагаю рассмотреть сегодня, потому что его автор сам связался со мной, и предложил сделать разбор на его канал, найти на его канале ролик какой-нибудь для разбора, сделать разбор. Честно говоря, это было первое подобное обращение, надеюсь, не последнее, и я решил пойти ему навстречу. Поэтому сегодня мы будем смотреть канал Игоря Ковтуна. Помните еще этого парня? У него на канале есть ролик под названием «Базовая тренировка воркаутера. Грудные мышцы». Я думаю, что эта тема интересна всем. Все хотят накачать себе грудные, поэтому давайте посмотрим, что будет говорить Игорь. И заодно будем отмечать для себя, насколько сильно это отличается от того, что вы могли слышать от того же, например, дикого лося в его роликах про прокачку за 5 минут. Не говоря уже о таких легендах, как Игоря Войтенко, который может бомбить, наверное, и за 30 секунд себе мышцы. 1, 2, 3, 340, 50. Привет, народ, с вами Ковтуна Игорь. Сегодня, как и обещал, покажу вам тренировку груди. К сожалению, я не буду сегодня каким-то излишне эмоциональным, потому что только проснулись, да и погода так не располагает. Тем не менее, тренировочка, думаю, будет продуктивная. Ну и, собственно, поехали. Особенность данной тренировки будет заключаться в том, что, в отличие от всех остальных, в самом начале я не буду тратить свои силы на то, чтобы сделать какие-то базовые элементы, либо, в принципе, какие-то статические элементы. То есть я сразу начну целенаправленно бомбить на нашу грудь. Поэтому, ребят, у тех, у кого это является остающей мышцей, данная тренировка будет актуальна. Да и, в принципе, в рамках какого-то тренировочного сплита, я думаю, подойдет вообще всем спортсменам. Начиная мы все-таки с более-менее какого-то базового упражнения, то есть это отжимания на брусьях. Но буду делать отжимания на брусьях в несколько необычном формате. То есть, понятное дело, что существует у нас отжимания на брусьях в грудном стиле. Вот смотрите, вот так вот у нас обычные отжимания на брусьях выглядят в грудном стиле. Это когда мы немножко подаем наши плечи вперед, тем самым изначально приводя за счет груди плечи вперед, то есть напрягая ее, и локти отводя строго в сторону, чувствуя грудь на всем протяжении амплитуды. Но я еще несколько немножко, так скажем, усложню данный вариант. И буду делать это из закрытого горизонта, то есть это будет выглядеть вот следующим образом. То есть, соответственно, я перемещаю тело в следующую проекцию, в горизонтальную. Соответственно, максимальную нагрузку, максимально вовлекаю мышцу груди в работу. И сделаю таких три подхода, или может быть два подхода, по 12-15 раз, после чего перейду к классическим отжиманиям на брусьях с дополнительным весом в 9 килограмм. И интересно, с первого же упражнения сразу становится интересно, потому что, когда вы в последний раз видели такие отжимания на брусьях в такой технике, чего он добился таким образом? У него нагрузка, вектор нагрузки, стала перпендикулярна плоскости, в которой происходит сокращение мышцы. То есть, если вы хотите качать грудную, там, допустим, среднюю грудную, вам нужно, вот у вас в этой плоскости осуществляется движение, вот она мышца, вот она здесь сокращается. Соответственно, нужно, чтобы нагрузка была перпендикулярна этой плоскости, понимаете? Если мы перевернем теперь тело, мы увидим, что да, когда корпус горизонтален, когда он находится над брусьями, нагрузка на мышечные группы, на грудные мышцы будет больше, чем когда вы делаете вертикаль, потому что вертикально у вас значительная часть нагрузки уходит на другие мышцы. Но с грудных она убирается, потому что уже не перпендикулярно становится, и, соответственно, те, кто учил в школе физику, знают, что вектор будет распадаться на вертикальную составляющую, горизонтальную, и вот так она будет расходиться по разным мышцам, распределяя нагрузку. Если же вы хотите дать максимальную нагрузку именно на грудные мышцы, именно на среднюю грудную мышцу, то делайте, как Игорь показал сейчас в ролике. Второй интересный момент – это то, что подобное выполнение, особенно если вы будете стараться держать спину как можно выше, оно будет вкачивать поясницу, но также оно будет вкачивать и пресс, потому что вам нужно будет держать ноги поджатыми к груди, и все это время у вас будет работать пресс. Таким образом, за то же самое время, которое вы будете выполнять 10, 12, 15 повторений, по сравнению с обычными отжиманиями на брусьях, вы дадите гораздо большую нагрузку. И это вот одна из тех мелочей, я уверен, у Игоря их еще много, которые и позволили ему достичь тех результатов, которые у него есть, потому что он знает, что он делает. И это здорово, особенно если вы смотрели предыдущий разбор, где я смотрел канал Хромосома, научно-популярный, видим, не очень научный, просто популярный канал Хромосома, где есть ролики по фитнесу, и вот там были вставки с видеодемонстрациями отжимания на брусьях, и это было, честно говоря, все ужасно, кроме того момента, где отжимались на брусьях воркаутеры, и там был толк. Так что первое упражнение отличное. 12-15 повторений, опять же, я уже много раз говорил, что это просто ориентир. Это ориентир, который вам дается, чтобы вы поняли, какого уровня должна быть нагрузка. Это не так, что вы сделали 4, несколько там подходов, 2-3, он, по-моему, сказал, по 15, и это сделано. Нет. Вы должны подбирать количество таким образом, чтобы 12-15 повторения для вас было на пределе ваших возможностей в каждом подходе. Буквально там за одно-два повторения до мышечного отказа, до того момента, когда вы просто не сможете себя выжать, опустившись вниз, и вы больше не можете себя выжать. По-настоящему не можете себя выжать, а не так, как некоторые халтурят. Если вам будет, собственно, слишком легко, имеет смысл задуматься о том, как можно усложнить это упражнение. Или добавить вес, или изменить технику, или перейти на более сложный вариант отжимания на брусьях. Но суть в том, что 12-15 для вас должно быть очень тяжело. Тогда будет результат. Смотрим дальше. Далее идет у нас упражнение отжимания на брусьях в грудном стиле. Обращаю внимание на важный момент, что вы всегда должны отжиматься за счет груди. То есть всегда поддерживать хорошую нейромышечную связь за счет движения, так скажем, приведения плечей вперед с помощью груди. Это и есть их основная функция, ваших грудных мышц. Только так вы сможете реально почувствовать действующую группу. Выполняем с дополнительным весом. А по-другому, наверное, и не получится, потому что именно грудные мышцы отвечают за приведение плеча вперед. Поэтому по-другому тебе привести его, если нагрузка идет в другую сторону, никак не получится. Конечно, некоторые каналы пишут о том, что отжимания на брусьях в первую очередь это упражнение на трицепс. Но это, конечно, полнейшая чушь, потому что грудная мышца это намного больше крупная мышечная группа. Соответственно, организм будет использовать ее для выполнения движения. А движение в первую очередь на брусьях из нижней точки начинается с приведения плеча к срединной линии. В принципе, это не обязательно, конечно, если вы не достаточно сильны. Можете и без него выполнять. Делаем от 15 до 21 повтора в течение трех рабочих подходов. Отдых берем интуитивно, но желательно не менее минуты и не более одну. 21 повтор есть, есть, ребят. И хочу вам такую важную вещь сказать. Забудьте о цифрах. Никогда не ориентируйтесь на них. Ориентируйтесь, прежде всего, на ваши собственные ощущения. Будьте честными перед самим собой. Не нужно там прыгать выше своей головы и делать то, чего вы сейчас не можете делать с нарушением техники, с нарушением концентрации. Так что, ребят, если вы там делаете 10 раз на тренировке, это бог с ним. Я тоже часто так делаю, даже и без веса. Почему бы и нет, если вы чувствуете, что это действительно дает свои плоды. Что касается второго упражнения, то здесь он уже смещает нагрузку с середины груди на середину и нижнюю часть за счет того, что уменьшается угол наклона, под которым он находится. И, соответственно, нижняя часть гораздо больше включается в работу. При этом он добавляет на себя вес дополнительный. Хотя в видео и написано, кстати, что это базовая тренировка воркаутера. И по определению воркаутера это люди, которые тренируются на улице с тем, что есть на улице. Они не покупают какой-то инвентарь, не приносят на площадку, не занимаются с ним. Если у тебя есть на это деньги и желание, то ты можешь тем же успехом и в зал записаться и заниматься в зале. Стрит-воркаут это субкультура, которая родилась в бедных районах Москвы, когда студенты, ну даже не студенты, ПТУшники собирались после занятий на старых советских площадках в середине 80-х годов. И вот они там стрит-воркаут кричали, собирались и тренировались на этих площадках. Естественно, ни у кого не было ни инвентаря, даже в магазинах не было никакого инвентаря, поэтому они тренировались с тем, что было на улице. Турники, брусья, пол там, скамейки, лавочки, что угодно, там камни какие-нибудь тягали. Вот с этого начинался стрит-воркаут, да. А какой-то инвентарь дополнительный, там, жилеты, пояса, резиновые петли. Это уже не совсем канон, да, это уже не совсем воркаут, это уже начинается фитнес, понимаете. Когда вы используете инвентарь, а не свое воображение, это уже начинается фитнес, и это не так весело. Но в плане логики упражнений, в плане логики нагрузки, да, он сделал очень тяжелое упражнение, затем сделал полегче, но добавил в него нагрузку и изменил работающие мышцы. Круто. Он прокачал уже середину груди и прокачал низ, в большей степени, и середину. Ну, замечательно. Осталось, наверное, прокачать только вверх. У него, по-моему, три упражнения в этой схеме тренировочной. И будет полноценная, действительно, тренировочная программа для тренировки грудинных мышц. Что касается его фразы про не думать о цифрах. О цифрах. О цифрах. Здесь два момента. Первый момент. Во-первых, цифры невероятно важны. Если вчера ты делал 10 на брусьях, а через неделю ты делаешь уже 20 на брусьях, ты стал сильнее. Поэтому нельзя иметь большие мышцы, но слабые, если только это не синтол. И точно так же нельзя, допустим, делать много выходов силой и при этом выглядеть как человек, который не делает выходов силы. Поэтому с этой точки зрения, с точки зрения контроля за своим тренировочным процессом, естественно, введение дневника тренировок, отслеживание количества, когда ты делаешь, очень важно, в одной и той же технике. И вот здесь вот второй момент, с которым я с Игорем согласен. Не нужно гнаться просто за количеством ради количества. Очень часто я встречаю на площадке людей, которые надрыгивают какие-нибудь подтягивания, надергаются на брусьях и радуются тому, сколько они сделали. Хотя результаты в плане именно нагрузки на мышцы, нагрузки на дыхалку, на выносливость можно было получить, сделав гораздо меньшее количество повторений. Но сфокусировавшись на качестве каждого повторения. То есть, во-первых, у нас идет качество движения, и только во втором моменте, опять два момента, идет количество движений. Количество без качества не имеет никакого смысла. И здесь я с ним согласен. Абсолютно в этом моменте да, да, ребята. Если речь про мышцы, если речь про силу, сфокусируйтесь на том, чтобы выжимать максимум из каждого своего повторения, а не просто делать их друг за другом. И вы увидите, насколько сильно ускорится ваш прогресс. Двигаемся дальше. Кстати, кстати, еще один момент, который мне понравился в этом. Посмотрите, как он держится за брусью. Он не просто держится стандартным хватом, но он, поняв, что не чувствует именно, как у него прорабатываются грудные, как они сокращаются, он развернул ладони и стал отжиматься, используя руки как опоры. То есть не держась напрямую за перекладины брусьев, а как бы отталкиваясь от них руками. И лично я в таком положении рук тоже чувствую лучше, как работают грудные мышцы. Мне гораздо так удобнее, чем когда руки хватаются за брусья с боков. Попробуйте. Все это маленькие моменты, но которые могут повлиять на эффективность ваших тренировок и, соответственно, ускорить получение желаемого результата. И поэтому очень важно пробовать разные вещи, смотреть, что работает для вас, что не работает, и адаптировать все под себя. Ну, просто это базовое упражнение. Как бы в любом случае начало тренировки должно быть такое. Сейчас перейдем именно к тому моменту, который реально уже будет конкретно взрывать ваши грудные мышцы. А вообще для этого вам понадобится тренировочная резина. Вот я уже такую конструкцию замутил. Вообще я считаю, что все, что связано с какими-то сведениями, разведениями на грудные, это очень клево. А для нас, воркаутеров, подобные движения так вообще вдвойне полезны, так как они очень хорошо развивают нашу силу именно для различных элементов. Ну, вот и резиновые петли появились в ролике, о которых я говорил. Ну, блин. Ну, видео называется «Тренировка воркаутера». Зачем здесь резиновые петли? Можно было еще притащить, не знаю, там, гирю, да? Или блочный тренажер, или пойти записывать тренировку воркаутера в фитнес-клуб и там заниматься с железом и тренажерами. Ну, смысл воркаута, он как раз в том, что у тебя нет ничего этого, да? И ты используешь то, что у тебя есть. Перекладины есть везде, нет перекладины, у тебя есть козырек подъезда, есть там дерево, я не знаю. Найти вариант, где подтягиваться, без проблем можно. Нет брусьев, есть их аналоги тоже. Можешь соорудить из стульев, можешь соорудить из пеньков, из скамеек, что угодно. Вариантов масса. Резиновых петель, если у тебя нет, то у тебя их нет. Даже как бы обычные веревки, если ты перекинешь, они не дадут того же смысла, потому что основная идея ретинговой петли именно в том, что она создает сопротивление по мере своего растяжения. В чем же, собственно, суть и вообще в чем какая-то особенность этого всего дела? Мы, по сути дела, выполняем с помощью резины и имитируем упражнение тренажерного зала, это кроссовер. Как он выглядит, то есть, понятно, мы встали, да? И делаем сведение рук. В чем же особенность моего комплекса? Я сначала делаю кроссовер, а потом с живыми движениями уже добиваю и, так скажем, докачиваю свою грудь. Немножко отойди подальше, давайте покажем, как это все выглядит. А вообще, в принципе, чем выше ваш турник, тем, соответственно, нам будет сложнее делать. Ну вот, мы немножко отходим вперед, после чего, допустим, в данном случае я ухожу на колени, потому что, ну, мне достаточно просто. И, ребята, еще такой важный момент, не стоит делать слишком медленно или слишком быстро. Поддерживайте такой оптимальный темп, потому что слишком медленно это дерьмово, слишком быстро тоже дерьмово. Особенно с резиной. Погнали! Делаем где-то 15 повторов. 15 сделали. И, смотрите, руки уводим в следующую позицию, чуть назад. опускаем корпус полностью и делаем джим. В конечной точке стараемся наши руки привести друг к другу, чтобы кисти касались. Делаем интуитивно, но, как правило, не менее 8 повторов. Все, вот от этого реально нормальный пампинг получается. Ну и мы реально прокачиваем наши грудь. Интересный, интересный суперсет. Это из двух упражнений сразу. В первом упражнении он качает в основном с середины груди, потому что угол, под которым его тянут назад резинки, они как раз перпендикулярен, да, плоскости сокращения. Соответственно, он жмет. Он говорит, что нужно до сведения ладоней вместе, но я уже неоднократно говорил в ролике, максимальное сокращение у грудной мышцы будет, если вы заведете руку за центральную линию. Вы можете это прямо прочувствовать на себе. Положите руку себе на ладонь, доведите его до центра, до середины, вот как вы сводите. А теперь попробуйте отвести и завести за эту вот срединную линию. И вы почувствуете, насколько сильнее будет напрягаться грудная мышца. Поэтому, особенно в кроссовере, где есть такая возможность, не использовать этот момент для дополнительной нагрузки, ну, несколько странно. Несколько странно. Дальше он делает суперсет. Он делает сначала среднюю часть грудных, да, и она утомляется, а затем он подходит чуть ближе к перекладине, соответственно, сила растяжения резины будет меньше, сила ее сопротивления становится меньше, и он начинает сжать уже не перед собой на среднюю часть, а как бы вниз, да, уже жимовые движения вниз, о которых он говорил, и качается нижняя часть грудных, и все еще немножко средняя. Отличный способ адаптировать идею дропсета, да, понижающей нагрузки и суперсета именно там, где в обычном, в обычных условиях в зале, на блочном тренажере на кроссовере этого не сделать, потому что как бы вы ни подходили, ни уходили от блока, все равно сила, с которой будет вам, у вас блок растягивать назад, она задается весом, который вы установили. С резиновыми петлями в этом плане у вас появляется огромное количество возможностей адаптировать свою тренировку, отходя чуть ближе, чуть дальше, и вы можете даже делать полноценный дропсет в каком-нибудь упражнении, просто встав изначально достаточно далеко от точки крепления резины и постепенно по мере снижения сил отступая к ней назад и назад. Таким образом вы сможете выжать просто всю имеющуюся энергию из своей мышцы. То есть, если бы вы встали, допустим, в двух метрах и могли сделать 10 повторений и все больше полноценных повторений вы не можете сделать и на этом остановились, но если вы сделаете шаг назад или два шага назад, вы сможете сделать еще немного повторений и подход станет более интенсивным, более эффективным, быстрее получите результат. Вот. Такие дела. Интересный, интересный суперсет, но опять же, это все середины и низ грудных. Наверх пока не было ничего, а половина ролика уже позади. Забавный момент. Делаем пять рабочих подходов вот такого комплекса. Наша грудь после этого уже начнет отдыхать, но это будет еще не все. Я вам покажу, как уже довести дело до конца. Так, ребята, и предвкушаю сразу же кучу вопросов, где покупать резину. Я, как обычно, оставлю ссылку на магазин в описании. воркаут-шоп, я, в принципе, оттуда все взял. Ну, и как бы, вообще, там не только резина есть. Все, что надо, есть. Да-да, магазин воркаут, главный спонсор нашего канала, это лучший спортивный инвентарь для тренировок дома и на улице. Там вы найдете и резину, и гимнастические кольца, и жилет-утяжелитель, и все то, что я сказал, что не входит в арсенал обычного воркаутера. Но если вам философия вторична, вам главное получить результат, то вперед, почему нет? Затариваетесь, и будете такими же, как Игорь со временем, если будете тренироваться много. Еще такой момент, ребят, стараемся отдыхать как можно меньше, то есть здесь от 45 секунд до полутора минут. Ну, конечно же, это условные рамки, блин, никогда не ориентируйтесь на них, ориентируйтесь прежде всего на сигналы своего тела, если требуется больше отдых или меньше отдых. Делайте так, как считаете нужно. Чем более интенсивным будет ваш подход, чем больше нагрузку вы будете давать себе в каждом подходе, тем больше времени нужно будет после него останавливаться. При этом, если вы зафиксируете время отдыха между подходами, например, таким небольшим количеством, как минута, вы в принципе в отдельном подходе не сможете сдать какую-либо очень серьезную нагрузку, потому что вы просто не успеете восстановиться к следующему подходу более-менее для того, чтобы его выполнить. А подходы предполагаются, что у вас примерно равноценные по нагрузке. То есть, если вы сделали 15 повторений в первом подходе, то вы делаете и 12-15 в последнем, там, третьем, четвертом, пятом. А не так, что вы сделали 20 повторений в первом подходе, а к последнему подходу вы уже делаете всего там 5 повторений. Логика, которая задается вот в таких тренировочных программах, она состоит именно в том, что вы равномерно распределяете нагрузку и при этом в каждом подходе у вас остается до отказа одно-два повторения. Поэтому мне непонятно, почему он говорит об отдыхе всего в одну минуту. Там, да, одну-две минуты. Хотя и говорит потом, что это по самочувствию. На мой взгляд, этого очень будет мало. Кстати говоря, такое небольшое отступление. Вот спрашиваете у меня, блин, Игорь, там где там пресс, где там суперрельеф? Блин, пацаны, я отдыхаю, ну что, невозможно, нельзя мне что ли отдыхнуть? Поэтому давайте с вами договоримся. Вот мне, честно, не охота сейчас как-то там суперрежимить или еще что-то такое делать. Давайте соберем 3000 лайков по данным видосам и я снимаю недельную трансформацию, как я становлюсь суперсухим пацаном, рассказываю, как я это все делаю и показываю упражнения, диету и, возможно, там какие-то аптечные препараты, которые я, бывает, применяю. Оп! Аптечные препараты? Интересно. Так что так, ребят, посмотрим. Надеюсь, что не соберете. Все, ребят, я сделал 5 подходов и осталось завершающее упражнение. Я буду делать алмазные отжимания с утяжелением резины. Можно заменить их, в принципе, обычными отжиманиями средней постановкой, либо, может быть, чуть шире средней, не до конца разгибая локти. Но я хочу немножко подгрузить еще трицепс дополнительно. Тем не менее, будет некая особенность в моих отжиманиях. Но алмазные, почему-то? Потому что делаем узким хватом, вот таким. А вот, я делать буду не строго, подседя локти, как обычно все делают. Буду стараться максимально их отводить в стороны. И в конце делать некий такой, как горбинку. То есть, дополнительно, как будто бы отталкивая от себя землю. Как будто я хочу в землю вдавить туда. Такая тема. Вот. Ну и делать буду по повторам. Обычно больше 12 адекватно сделать не получается. Ну и, естественно, делаем на максимальную концентрацию. Следующим образом протаскиваем нашу резину. И погнали! Вот такие дела, ребята! Алмазные отжимания, как Игорь сказал, в большей степени будет задействовать рицепс. Грудная там очень мало работает. С другой стороны, он уже дал очень неплохую нагрузку своим грудным мышцам в предыдущих всех подходах. Она уже забита. И поэтому, как такая дополнительная небольшая нагрузка, действительно, это упражнение в конце может быть, тем более с резиной. С другой стороны, мне понравилось, что он сказал о вот этом вот движении, сгорбливании. Я уже о нем рассказывал в видео с разбором тренировки груди от дикого лося. Это упражнение нужно для того, чтобы прокачать малую грудную мышцу, которая у вас находится внутри. Она как раз вот за вот это движение лопатками и будет отвечать. В этом плане классная идея, но с другой стороны, когда он сам делал повторение уже с резиной, я, честно говоря, не увидел, чтобы он вот именно себя прожимал в верхней точке. Но если он чувствовал, то, наверное, что-то было. Это все, что я делаю в конце. Это 2-3 таких рабочих подхода и все. Можно сделать какую-нибудь небольшую затяжку, можно пресс покачать, можно бицепс покачать. Так, опционально добавляйте зависимости от своих сил. Вот. На этом моя тренировка завершена. Возможно, и ваша. Все, ребят, с вами был Ков Тунегарь. Надеюсь, вам понравился данный выпуск. В дальнейшем я обязательно буду снимать еще много чего крутого, в том числе и по тренировкам в груди. Это лишь один там из десятков вариантов, которые я применяю обычно. Ну и, как видите, в принципе, довольно успешно. Все, ребят, давайте, до новых встреч. Ну, вот такой ролик получился у Игоря. И я уверен, что, кстати, не один из этих десятков вариантов тренировок, максимум, может быть, один, да, он будет похож на то, что сейчас показывают на ютубе разные фитнес-блогеры, которые просто помешались на круговых тренировках, где упражнения выполняются один друг за другом и при этом какой-то действительно серьезной нагрузки в таком формате получить просто невозможно. Здесь же мы видим, Игорь показал, как на самом деле нужно тренироваться для того, чтобы грудные мышцы начали расти. Это действительно тяжелая нагрузка, хотя, на мой взгляд, время отдыха он подбирал чисто под себя и обычным людям нужно будет отдыхать больше времени, там, две минуты, две с половиной для того, чтобы сохранять интенсивность в каждом подходе. С точки зрения содержания тренировки в итоге мы так и не увидели упражнения на верхнюю часть грудных. И вообще в плане сбалансированности тренировок я, наверное, за все время видел только одного чувака. Был такой парень, Илья Огородничев, когда он увлекался именно тренировками собственным весом, вот он реально заморачивался над тем, чтобы каждая часть мышцы получала свою нагрузку за тренировки. Вот, поэтому у него и отжимания были всех разных видов для того, чтобы всю грудь по всему периметру, по всему, по всей площади прокачать. И у него также были подтягивания широким хватом снизу, узким хватом снизу, чтобы внутренняя часть бицепса прокачалась, чтобы внешняя часть бицепса прокачалась. Вот парень реально по этому поводу очень сильно загонялся и у него прям было все сбалансировано. Здесь, как я уже сказал, мы не увидели упражнение и это меня немножко расстроило. Зато мы в конце увидели упражнение на малую грудную, чего я, честно говоря, не ожидал. Так что, в целом, все хорошо. Ролик этот мне понравился, я сам попробую выполнить эту тренировочную программу, даже раздобуду петли для того, чтобы ее выполнять и потом могу поделиться с вами своими впечатлениями или, если интересно, я могу записать прям целиком, как я выполняю эту тренировочную программу Игоря Ковтона со своими комментариями вживую. Если такой формат будет востребован, то тоже могу сделать. На этом на сегодня все. Как видите, не всегда разборы выходят в негативном ключе. Если я вижу действительно стоящий материал, стоящий хороший ролик, который мне понравился и в котором не было косяков, не было какой-то ерунды, какой-то отсебятины, абсолютно ненаучной, то я, естественно, его похвалю. Если вам понравился этот разбор и если вы хотите, чтобы больше разборов выходило на канале, то загляните на сайт Boosty, там можно стать спонсором нашего проекта и поддерживать нас всего от 100 рублей в месяц. Это будет ваш небольшой вклад в то, чтобы наш канал развивался, чтобы ролики выходили чаще, снимались лучше, было интереснее и все в таком духе. Ну, а те, кто уже нас поддерживает и задумался над тем, где я взял такую классную футболку с логотипом сегодня, это лимитированная коллекция, которую можно приобрести на сайте нашего спонсора магазина WorkoutShop.ru Они доступны в пяти цветах и пока, по-моему, даже есть все размеры. Так что, если хотите быть самым стильным на площадке, то заказывайте сейчас. Все. С вами был Антон, канал Street Workout и увидимся в следующих роликах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok